Добрый вечер, в эфире новости на Саха 24 в студии Павел Танин. У Якутии есть большой потенциал и возможности развивать свою территорию и улучшать жизнь своих граждан. Об этом сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, подводя итоги Дней Якутии в Верхней Палате Парламента. Там прошли расширенные заседания всех комитетов с участием руководства региона. Был озвучен целый ряд конкретных вопросов для того, чтобы Совет Федерации посодействовал в их решении, в первую очередь имея в виду размеры республики. Прошли расширенные заседания всех комитетов с участием руководства республики Саха-Якутия. Руководство республики послало целый ряд конкретных вопросов для того, чтобы Совет Федерации посодействовал в их решении, в первую очередь имея в виду размеры республики, то, что это самая северная территория, она имеет свои специфики в плане развития инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры. Это поддержка в развитии промышленного интеллектуального потенциала и целый ряд других вопросов, которые найдут свое отражение в постановлении Сайта Федерации, которые мы примем, и тем самым Сайта Федерации подключится к решению вместе с правительством нашей возможности. Подготовилась республика очень хорошо дня в Сайте Федерации. Тем временем правительство Якутии ставит вопрос о необходимости обеспечения гарантии частному инвестору строительства моста через Лену. С таким предложением выступил председатель правительства региона Евгений Чекин на заседании Комитета по экономической политике Совета Федерации. Он отметил стратегическую важность проекта для региона, где меньше 9% территории не имеют круглогодичную транспортную доступность. Выслушав выступление, заместитель министра транспорта России Николай Саул отметил, что с точки зрения целесообразности, местоположения и технических параметров сомнений нет, мост через Лену нужен. Механизм концессионного соглашения с частным инвестором представляется сегодня оптимальным. Объект включен в перечень важнейших проектов транспортной стратегии России. Также Егор Афанасьевич провел встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Михаилом Менем. В результате мы добились того, чтобы в 2018 году Якутия стала пилотным проектом по реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья. То есть расселение граждан республики из аварийного жилья будет продолжено. Второй очень важной договоренностью стало то, что федеральный центр окажет поддержку в разработке программы ипотечного кредитования индивидуального жилья в сельской местности. Ну а в самой столице страны Дни Якутии продолжаются. Одним из крупнейших мероприятий должна стать выставка «Тепло вечной мерзлоты», стартовавшая сегодня. Сейчас в выставочном центре «Экспо» находится моя коллега Айсена Бурнашова. Она расскажет о выставке подробнее. Программа празднования широчайшая и стартовала она 13 декабря. Сегодня с раннего утра прошли мероприятия на разных площадках города. Ну а прямо сейчас в выставочном центре «Экспо-центр» начала свою работу выставка «Тепло вечной мерзлоты». Выставка народно-прикладного искусства республики презентовала москвичам и гостям столицы наиболее яркие достижения Якутии. Посетителям представили все многообразие северного края – культуру и традиции, историю и географию, достижения в области экономики и промышленности. Главным героем выставки стал детеныш шерстистого носорога Саша, который впервые представлен в широкой аудитории. Центральное место в экспозиции занял гигантский мультибедийный чорон. Также в здании экспо-центра пройдут совещания и деловые встречи. В течение дня состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Москвой и Якутией. Торжественное и официальное открытие Дней Якутии в Москве состоится в 16.00 здесь, в экспо-центре. Пройдет оно на главной сцене. Другим темам Совет Федерации назначил выборы президента на 18 марта 2018 года. Решение приняли единогласно. Тем самым дан официальный старт предвыборной президентской кампании, и претенденты получают возможность зарегистрироваться и начать агитацию. Напомним, что обязанность назначать выборы президента возложена на Совет Федерации Конституции страны. Совет Федерации буквально несколько часов назад принял решение о том, что выборы президента Российской Федерации состоятся в обозначенную законом дату 18 марта 2018 года. На 1 июля, сегодня мы обладаем информацией, по 1 июля у нас было 628 тысяч избирателей. Ну и сейчас некоторые изменения вполне возможно будут в этом списке избирателей, но мы сегодня работаем с тем, чтобы были у нас чистые списки, и все люди, те, которые сегодня зарегистрированы на территории республики, могли бы прийти. Ну и если говорить про изменения законодательства, люди, которые сегодня зарегистрированы, они могут проголосовать не только по месту своей регистрации, но и по месту нахождения. Непростой год с достойными результатами. Сегодня якутская территориальная подсистема РСЧС подвела итоги работы в рамках учебно-методических сборов. В течение нескольких дней сотрудники экстренных служб говорили о гражданской обороне, ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. О цифрах и фактах расскажет Виталий Абрамов. Уходящий год преподнес немало серьезных испытаний для всех экстренных служб республики. За это время в Якутии произошло 4 чрезвычайные ситуации. Нынешний весенне-летний сезон паводка оказался как никогда сложным за последние года. Если в центральной Якутии половодие на реке Лена и ее притоках прошло относительно спокойно, то на северо-востоке республики аномальные осадки прошлой зимы преподнесли значительное повышение уровней воды. В результате резкого повышения уровня воды на северных реках было подкоплено 56 жилых домов, 117 дворовых территорий, 11 социально значимых объектов, нарушена жизнедеятельность населения, населенных пунктов Березовка, Аргартах и Слатай. Благодаря четким оперативным действиям Главного управления и сил территориальной подсистемы республики Сака и Якутии всех уровней удалось избежать гибель среди населения. Не менее сложным оказалась обстановка и с природными пожарами. Было зарегистрировано 634 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, превысила полтора миллиона гектар. Для защиты населенных пунктов потребовались колоссальные усилия сил и средств. Сухая, жаркая погода установилась летом, более 600 пожаров, но благодаря тому, что смогли мобилизовать население, предприятия, муниципальные органы власти, отработала авиалесоохрана Якутия с ресурсом, у нас не пострадал ни один населенный пункт, ни один объект экономики республики. В начале августа на руднике «Мир» произошло потопление насосной станции, в результате чего без вести пропало 8 человек. Опять-таки авария на Якутской ГРЭС. И в числе последних крупных происшествий – автоавария в Мегино-Кангаласском улусе с 9 погибшими. Всего же за отчетный период произошло 61 социально значимое происшествие, в результате которых спасено более 250 человеческих жизней. Именно те, кто непосредственно спасал эти жизни и те, кто помогал им, сегодня были отмечены ведомственными медалями и наградами. Гидрологи наши, они в этом году в Среднеколымске, в Березовке, ну в тех местах, где именно наиболее были критические моменты во время паводка, они прямо непосредственно участвовали в измерениях, в передаче прогнозов погоды, в разрушении заторов, принимали самое активное участие. Основными же задачами на следующий год станут обеспечение безопасности во время паводка и лесопожарного сезона. Мы должны внедрить новые технологии по раннему обнаружению пожаров, дистанционному обнаружению пожаров, также оснастить наши дополнительные силы и средства новым оборудованием новейшим, также развивать аэромобильную группировку. Виталий Абрамов, Владимир Павлов, НЛКСХ, Якутск. В ближайшем будущем оплачивать проезд в автобусах Якутска можно будет виртуально. Для этого в столице разрабатывают мобильное приложение «Транспортная карта Якутии». К нему можно привязать любую транспортную карту, пополнить ее счет, сделать выписку, поставить уведомление о снижении остатка. Новинку в действии опробовала Нергеяна Егорова. Установлено приложение «Транспортная карта Якутия» на телефон. Выбираем его. Открывается приложение, показывается, какие карточки у нас привязаны к приложению. Можно посмотреть баланс карты. Реализовать оплату не только транспортными картами, проездными билетами, но также можем оплачивать с помощью обыкновенных банковских карт с использованием бесконтактных технологий, такие как ПВ и Пайпас, оплачивать картами виртуальными. Также появляется новая карта с онлайн-пополнением, которую можно будет также пополнить через мобильное приложение. «Транспортная карта Якутии» уже доступна в App Store и Google Маркете. В мобильном приложении можно привязать любую транспортную карту. Очень удобно. А вы там установили? А? Когда установили? Полмесяца назад. А, нет, не слышал. Ну, все, да? Недавно в кинотеатрах же установили. То есть билет онлайн покупаете, приобретаете, там вам QR-код дают. И в кинотеатр приходите, там есть автомат такой, и вы туда это делаете и приходите. Ну, такая же возможность появится и здесь. По оплате проезда? Круто. А потом не слышали? Нет, об этом не слышали. Недрение новых технологий делается в первую очередь для удобства населения. Компания IT завершает разработку мобильного приложения виртуальной карты. Практически во всех автобусах установлены вот такие зеленые валидаторы. И в скором времени у нас появится возможность оплатить проезд по QR-коду. Новая карта будет пластиковой, как и транспортной. Ею можно будет оплачивать проезд. Нужно только приложить к терминалу, при этом использовать QR-код с экрана или NFS-интерфейса при наличии на телефоне. Проезд оплачен. Сейчас завершается тестирование новых типов карт. Они заработают в начале года. Оплата проезда через мобильное приложение будет вводиться после утверждения тарифов. В Якутске открылась первая персональная выставка уральской художницы Татьяны Плоксиной. Всю сознательную жизнь она прожила в Екатеринбурге. В 2016-м приехала в Якутию и до сих пор живет в Якутске. Татьяна является автором курса «Рисовать легко», который успешно преподает детям и взрослым. Все работы несут смысловую нагрузку, где-то долю юмора. Зрителю предлагается поиграть, либо насладиться, либо задуматься. Выставкой «Золото Якутия» она хочет обратить внимание людей на красоту места, в котором они живут. И главное, важно призвать зрителя сохранять и беречь истинное богатство земли Алан-Хо, красоту и чистоту первозданной природы. Все написано за этот год, то, что есть на этой выставке. И все посвящены Якутии. Я очень люблю природу, и в том числе природа Якутии меня впечатлила очень сильно. Она удивительная, она не похожа ни на что, что я видела до этого. Такие просторы, такое высокое небо, там летом белые ночи. Наплыв туристов из Японии в Якутию этой зимой стал поводом для различных ватсап-уток. Самое свежее о неком японце-самурае, который, чтобы доказать свою стойкость и выносливость, намерен 4 часа простоять в одном кимоно на площади Ленина в Якутске. В сообщении даже указывается время и примерный прогноз погоды в этот день. Конечно, в каждой шутке есть доля правды, и мы нашли одного не менее стойкого японца, который прогуливается в якутске в вязаной шапочке, легких ботинках и в минус 35 не боится есть мороженое. К этому часу у нас все. Через час мы встретимся, подведем итоги уходящего дня. Хорошего вам вечера и до встречи!